я хочу поделиться с вами силой хорошего настроения сегодня вот к примеру пришла приходила ко мне подруга и мы полтора часа смотрели выпуски передачи серёжа и микрофон мы просто надорвали животики это моя самая любимая передача а до этого подруга очень переживала что она не может найти работу хотя сейчас уже сезон потихонечку начинается туристический сезон в турции вот и мы просмеялись столько времени а потом она звонит по одному объявлению и ее берут на работу и сегодня она пошла на работу так что если вас что-то гложет проверьтесь может это глисты ну ладно я шучу если вас что-то гложет попробуйте просто отвлечься посмеяться от души и тем самым притянуть что-то хорошее свою жизнь и сразу не отходя от кассы чтобы два раза как говорится не вставать я отвечу еще на один вопрос какая должность в туризме самая высокооплачиваемая куда стоит идти очень интересный вопрос и вы сейчас просто упадете наверное думаете что-то какой-нибудь заместитель и управляющий директора там по какому-нибудь разметил да нифига самая высокооплачиваемая должность в отеле это информатор от информаторов бывает два вида один который сидит и ждет а другой который зазывает с улицы чтобы вы понимали хороший опытный да даже не опытный просто талантливый информатор в месяц получает зарплату в четыре в десять раз больше чем работник ресепшена ну естественно работа на ресепшене она известна какая чем заниматься нужно вам понятно и зарплата постоянная а зарплата информатора как правило на проценте и вся его зарплата зависит от его связи с гостями далеко убежала поняла что не объяснял чужой информатор это работник который рассказывает всем туристам и приглашает их в хаман чтобы они заказали купили дополнительные платные процедуры там массажа обертывания красоту всякую зависит от того сколько гостей они привели сколько гость заплатил сколько он положил денег в кассу и информаторы сидят на процентах это зарплата реальный я спрашивала конкретно у девочек одинаково что ты работаешь двенадцать месяцев в году как в качестве ресепсиониста администратора либо ты работаешь восемь месяцев в качестве информатора остальное время ты просто тратишь на себя в отеле отдыхают как правило не только русские а еще бывают немецкоговорящие англоговорящие то есть чем больше языков у тебя в арсенале тем больше родителей сможешь провести и тем выше твоя зарплата может оказаться кстати одно но это бывает так что в отеле допустим отдыхать одновременно и русские немцы это нормально то есть в отеле зависимости от количества гостей и комнаты работают два три четыре информатора то есть например один приглашает русских другой немцев третий там турков кому-то еще такое разделение есть чем подытоживая все вышесказанное если вы легко находите общий язык с иностранцами с незнакомыми людьми людьми если вам легко кого-то развести на что-то то эта работа просто для вас то есть идите идите туда сегодня значит прогуляться на улице ветер какие-то деревья начали осыпаться все это лезет прям в рот ужас какой щас покажу не значит за деревья такие везде пыльно это не тополиный пух это не моза это не одуванчики это просто какая-то мелкая вата ужас какой не знаю что за деревья и прям когда сильные паровые ветра то это трава как душ на тебя насыпается туристов сегодня собрались в манабгат не едьте потому что здесь страшный ветер с этими деревьями после обеда будет дождь так что оставайтесь в отеле вот алина из исландии все время показывает гусей а у нас тут тоже есть свои турецкие гуси манабгатские они тут разговаривают еды не просят близко к себе не подпускают у них видимо какие-то разборки алина привет ну вот преображение закончено спасибо большое ирине мастеру ссылочку я укажу вот здесь вот я абсолютно всем довольна всем привет итак какая работа была проведена граница между нейтральным цветом и крашеным ее практически незаметно мы сделали растяжку небольшое равнение кончиков и небольшое лечение так что девчонки девчулечки живущие в манабгате сиде аллане анталии и вообще откуда вы можете приехать в манабгат если вам нужно сделать что-то красивое вот рекомендую вам арену не понял кто такая арина эта девушка которая умеет владеть ножницами красителями и всеми прочими парикмахерскими наворотами наверняка вы хотите узнать почему же все таки я обратилась к русскому мастеру не пошла в обычный турецкий салон где конечно было бы дешевле чем например у ирины до урины не самые низкие цены в этом городе вообще в турции но вопрос почему почему а потому что турецкий волос структура турецкого волоса отличается от славянского и чаще всего в турецких парикмахерских красят и год без учета этой очень очень важной особенности в итоге получается сожженный что если вы в манабгате сиде если вы здесь живете ли вы собираетесь приехать я вам рекомендую ирину потому что у меня был до этого очень богатый опыт удачных мастеров и один неудачный и я так сказать знаю о чем говорю меня спросили сколько стоит стрижка отвечаю стрижка стоит 35 лир но это просто было подравнение кончиков на 1 2 сантиметра то есть как таковая это не стрижка у меня просто ровные волосы что ты наделал а потом придала и дороже не стоя а счастье такое простое и было так близко я оставлю все оставлю то что я могу тебе отдать я запомню это имя я и и и Без окон мой темный кокон И в нём так призвал Так просил меня остаться Субтитры сделал DimaTorzok